В Италии, где проходит Всемирная универсиада, вновь пополнилась медальная копилка российских спортсменов. На этот раз наши отличились в лыжной эстафете, завоевав серебро. В составе сборной один из этапов преодолел Рауль Шакерзянов. Россияне лишь на 1,1 секунду уступили победителям, лыжникам Казахстана. Баскетболисты Пармы начали серию выступлений на своей площадке. Три матча подряд в Перми станут последними в выходящем году. В первом из них пермики встретились с университетами с Сургута. Поначалу наша команда сражалась с этим соперником на равных. После первой четверти подопечные Вячеслава Шушакова ввели 19-15, после второй – 35-33. Однако во второй половине встречи гости стали попадать заметно чаще, особенно из-за 6-метровой дуги. И положение дел изменилось. Студенты ликвидировали отставание и начали понемногу уходить в отрыв. В результате к концу четвертой четверти их преимущество составило 14 очков. Парма проиграла 67-81. Наверное, не хватило опыта во второй половине. То есть ребята поопытнее в Сургуте. Доводили дело до свободных бросков и их реализовали с хорошим процентом. Выбросили во второй половине то, что у них не получалось первой. А мы, к сожалению, наоборот, смазали очень важные мячи. И потом уже в концовке опыт сказался, и мы не смогли к ним догнать их. Команда абсолютно другого уровня для нас оказалась, как Сургут. Как мы этому не готовились. Но парни, видимо, все-таки где-то перегорели. Потому что, на самом деле, так скажем, по последней игре в Автодоре мы поняли наши ошибки. Вроде их разобрали. Но, в конце концов, это турнирное положение нас нагнетает. Вроде нам нужен результат, но игры как таковой не получилось. И это, в принципе, показали свободные броски, когда мы их просто не забили. В этом году Парма проведет еще две домашние встречи. 24 декабря в спорткомплексе Прикамья она сыграет с баскетбольным клубом Новосибирск. А 27 числа встретится с командой Алтая из Барнаула. Этот матч пройдет в Молоте. В Чусовом состоялся второй этап Кубка России по фристайлу в дисциплине «Могул». Прикамских спортсменов в числе призеров не оказалось. Золото у мужчин завоевал москвич Виталий Сергеев. Среди женщин сильнейшей оказалась Дарья Мирошникова из Санкт-Петербурга. Олег Романов, Телевизионная служба новостей.